Всем здравствуйте! Сегодня в нашем видео мы будем работать вот с таким пальто. Это пальто мы с вами сразу построим по своим меркам и это займет очень мало времени, потому что мы с вами возьмем практически одну мерочку, это обхвата бедер или обхвата груди, у кого какой обхват больше, построим с вами цельнокроеный рукав реглан и он будет такой шикарный, идущий прямо от линии талии, что позволит нам с этим пальто одевать абсолютно разные свободные широкие вещи. Допустим, если взять обычное классическое пальто и одеть под него, например, платье с рукавом летучая мышь, это будет очень неудобно. Здесь будет у нас все прекрасно и хорошо. На создание такого образа этого пальто меня вдохновило пальто Мелании Трамп. Я не хочу сказать, что это копия, но здесь силуэт очень похож, здесь линия горловина похожа, но каждое пальто абсолютно разное, кстати, здесь похоже даже очень-очень ткань. Расход ткани я говорю в видео при построении, когда мы с вами уже раскроили. Эта ткань у нас из интернет-магазина Тори Ткани, ссылочку обязательно оставим вам в описании. Это джерси такой плотный, внутри он идет практически с начосиком, такой, можно сказать, что он пальтовый, пальтовый трикотаж, я бы так вот его назвала. Тори Ткани делает отправку по всему миру и для зрителей нашего канала предоставляет 10% скидку при первом заказе. Нужно указать только при заказе промокод ткани женщина. Пальто пока только сметано, здесь даже у меня разные манжеты на рукавах, один манжет я сделала вот такой вот к низу зауженный и краила по типу такой вот трапеции. Здесь я сделала обычный широкий, ну для того, чтобы сравнить и посмотреть, что я хочу. Из этой ткани можно шить очень теплое платье, можно пошить теплый костюм, может быть какой-то жилет, может быть кардиган и, конечно же, пальто и многое другое, теплая юбка и так далее. Сейчас я, естественно, примерю пальто на себя в верхней части, сейчас я вам показываю. Здесь просто у меня вот такой вот кусочек прямоугольный пришитый, который мы можем с вами, вот он, видите, расположен ближе к плечевой линии, можем и отодвинуть, чтобы создать объем, если мы хотим, либо вообще его убрать и сделать без вот этого шарфа и потом одевать шапку и снуть к этому пальто. Сейчас пальто мы рассмотрим на мне, я расскажу, какие корректировки я буду вносить, о свободе облегания поговорим. А перед началом хочу сделать небольшую рекламу и порекомендовать вам YouTube-канал о швейных технологиях LegProm. На канале вы найдете различные производства, технологии и автоматизации. Цель этого канала – показать максимально полезный контент со всеми инновациями в мире швейной технологии. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Ссылочку мы оставим в описании. Также у компании LegProm есть сайт, на котором можно приобрести промышленное швейное оборудование для начала микробизнеса. Для зрителей нашего канала действует скидка 10% на все оборудование по промокоду ЯЖенщина. Ссылочку на магазин мы также оставим в описании, а также вы сможете найти ее под каждым роликом на YouTube-канале LegProm. Итак, теперь пальто. Обращаю внимание, что здесь разные манжеты. Но мое мнение, что манжет все-таки вот этот вот широкий, он более такой вот интересный. Сами рукава здесь не будут выкладываться вот так вот, знаете, ну как бы нам хотелось, чтобы идеально подчеркивалась фигура. Это совершенно другой крой. Они будут вот так вот ложиться. В принципе, сейчас это модный такой вот крой. И само пальто имеет такой в виде бочонка, к низу немножечко оно заужено. Я здесь брала для себя свободу облегания 8 сантиметров. Ну вот, когда я складываю вот так вот пальто, мне кажется, что здесь широковато все-таки. Я могу даже вот сделать, я закрываю, может, микрофон сейчас поправлю, сделать вот так вот чуть-чуть даже больше заход и при желании сделать невидимую, допустим, застежку невидимую. Это могут быть какие-то кнопки, либо какие-то красивые пуговицы, но можно тогда их пустить не до самого низа, а вот именно до линии талии. За счет захода будет смотреться, ну, интересно. Вот так вот, раз, там, два, три, четыре пуговки. Теперь по линии горловины. Сейчас показываю вам. Значит, получается при раскрою, вот сейчас я, когда пальто идет у меня в запах, хочется линию горловины чуть-чуть отодвинуть, вот, ну, сделать ее пошире. Если мы будем делать вот так вот шарф, он получается, ну, это в зависимости по вашему желанию, да, он получается такой вот, сейчас, может, опять микрофон прикрою. Вот, обволакивает нашу шею, нам тепло. Но если вы хотите, чтобы создавался объем, то тогда можно немножечко-немножечко переставить. Ну, вот так вот еще раз ставлю. Посмотрите боком, посмотрите по спинке, в принципе, абсолютно интересно все-таки только-только все сметано. Начинаю построение, я его делаю на бумаге, и вам рекомендую сделать все-таки сначала на бумаге, можете делать раскрою сразу на ткани. Вот я бумагу разложила, у меня миллиметровка, и отступаю хотя бы на ширину линейки, потому что здесь у нас будет потом застежка, и провожу горизонтальную и вертикальные линии. Длину я возьму вот так вот, один метр. Ну, даже чуть-чуть больше за счет того, что у меня длинейка тут где-то метр и один сантиметр. И вот здесь вот отступаю тоже сантиметров, ну, наверное, семь у меня получилось от края. Ну, сантиметров пять все-таки вам нужно будет, ну, нет, даже не пять, семь все-таки вот так вот и отступите. И проложите вот такие вот линии. Теперь далее мы с вами начинаем построение. И давайте представим, что от этой точки мы будем с вами опускаться и строить уже пальто. Опускаюсь вниз, ну, вот так вот я возьму на четыре сантиметра. И так, здесь возьму сантиметров двенадцать, ну, чтобы такая горловина была приоткрыта. И прорисовываем горловину спинки. Я сейчас работаю карандашом, потом могу навести, потому что, возможно, я какие-то линии в процессе работы буду, ну, заканчивать, да, по своему желанию и усмотрению, возможно, они у меня будут как-то меняться. Ну, вот так вот, даже вот так вот. И резинкой потом я буду подтирать, потому что должна быть линия красивой. А теперь от седьмого шейного позвонка, ну, вот теперь у меня, видите, удлиняется изделие. Вот я провожу дальше эту линию. Откладываю. Ну, седьмой шейный позвонок у меня будет на самом деле находиться на один сантиметр выше. Здесь просто я такую хочу либо снут одевать, либо шарф у меня будет с этой же ткани. Поэтому, смотрите, я вот беру на сантиметр выше и предполагаю, что это у меня седьмой шейный позвонок. И теперь откладываю одну четвертую роста. У меня метр шестьдесят роз, значит, я откладываю сорок сантиметров. И плюс еще пятнадцать-семнадцать сантиметров ниже. Это будет линия бедра. На самом деле мы не будем здесь откладывать какие-то там линии талии и так далее. Все-таки пальто у нас будет такое, как баллон смотреться. Ну, это просто для того, чтобы по этим линиям мы понимали, что мы будем работать. Линия низа. Теперь какая величина нам нужна? Возьмите свою мерочку обхват бедер. Разделите ее на четыре. И сделайте в зависимости от того, какую свободу облегания вы хотите. Вы можете сделать, прибавить один сантиметр. Это, значит, в общей сложности это будет четыре сантиметра, потому что мы же делим на четыре. Либо два сантиметра. Ну, я возьму вот так вот прибавку в два сантиметра. Пока. Даже чуть-чуть больше у меня будет это. И вот я откладываю. Теперь дальше. Вот моя линия талии. Вот сюда я прокладываю тоже такую прямую линию. Вот так вот прямую. По линии низа. Я сделаю на пару сантиметров вот такую вот линию. То есть я зауживаю пальто на пару сантиметров. И теперь смотрите. Вот моя линия горловины. Здесь на самом деле никаких сложностей нет. Теперь я линию горловины условно делю пополам. Ну, даже чуть-чуть край, который у меня идет к середине спинки. Вот это вот на сантиметр, наверное, все-таки больше. Соединяю вот эти две точки. Вот так вот. Теперь строим рукавчик. Откладываю 4 сантиметра дальше по этой линии. Опускаюсь вниз на 1. И через вот эти точки, полученные, провожу длину рукава. Ну, я возьму длину рукава сейчас сантиметров 45-46 давайте. Возьму так вот 46 сантиметров. Теперь под прямым углом. Ширина рукава здесь я возьму сантиметров 21. Вот так вот под прямым углом 21. И опять же сюда тоже вот так вот я вывожу рукав. Вот он у меня, смотрите, как получается. Вот такой. Вот такой вот рукав. Теперь нам нужно сделать, чтобы рукавчик сидел хорошо, да, скажем так. Возьмем образно, поделим на три части. Ну, так, визуально, приблизительно. И вот нижнее деление, которое у меня здесь есть, я по полтора сантиметра откладываю в одну и во вторую сторону. И теперь нарисую в виде такой вот, знаете, сейчас попробуем, как вытачки. Вот так. И сюда схожу на нет. Вот так. Повторяю с этой стороны то же самое. Точно так же. Так, чуть-чуть дальше. Ага, вот сюда. Ну, и вот эту линию, конечно, мне нужно будет сейчас ее сделать правильной. Вот зачем, видите, нужен и карандашик, и ластик. То есть, вот я получаю рукав. Вот эту часть мы вырезаем, она нам не нужна. Теперь обвожу. Вот у меня идет спинка и рукавчик. Вот у меня пошла спиночка. Немножко ушла я в сторону, неважно. Вот пошел рукавчик. То, что у меня внутри образовалось, это мне не нужно. Вот это у меня будет середина рукава. Мы можем его сделать как цельнокровным сам рукав, потом я его сделаю все-таки цельнокровным. Так мы его можем сделать, чтобы он у нас и сшивался. Теперь, вот эта линия. Она может быть абсолютно вот такая вот прямая. Либо мы можем ее сделать вот здесь вот где-то на сантиметр. Вот так вот. Приподнять приблизительно посередине. И нарисовать вот такую вот красивую. Сейчас я вот лекало выложу. Все-таки хорошо, когда есть лекало. Вот такая вот красивая уже линия рукава. Теперь, если вы хотите по линии бедра сделать вот так вот, чтобы оно было бочоночком, можно еще где-то сантиметр вот так вот дополнить. И вот так вот уйти. Это опять-таки, смотрите сами. Я вот этот сантиметр сейчас добавляю, а потом в процессе примерки я посмотрю, он мне нужен будет или нет. Забрать я всегда смогу, добавить уже будет сложнее. Теперь работаем здесь же сразу. Вот на этой же выкройке мы с вами можем построить и переднюю часть. Значит, для этого я возьму сейчас другой фломастер. Допустим, он у меня будет... Какой мне взять? Ну, коричневый либо черный. Давайте черный возьмем. Пока еще все рисую рукавом, потом навожу. Значит, сейчас для переда поднимаюсь вот здесь вот на сантиметр. Это будет у меня баланс. Я работаю с трикотажной тканью, не забывайте. Вот эту часть вот я соединяю. Это у меня передняя часть рукава будет. Я потом его пересниму, и все это здесь будет совмещено. Так, вот так вот беру. А теперь опускаюсь вниз от этой точки. Мы опускались для спинки 4, для переда я опущусь на 7 сантиметров. На 7. И теперь соединяю. Надо было сначала карандашом, но видите, пошла уже фломастером. Теперь нам же нужна застежка на пальто. Поэтому сантиметра на 3, вот так вот я ухожу в сторону. То есть я делаю застежечку. Если вы хотите двубортное пальто, это надо сантиметров 6 хотя бы брать. Я беру 3 сантиметра. Это может быть застежка пуговицы. Это с другой стороны переверну. Цепляюсь за наклеенный скотч. И плохо. Сейчас рисую, сейчас получше так наведу. Боковая линия у меня абсолютно одинакова. И вот здесь сейчас проведу красную линию для того, чтобы обозначить спинку. Все. Теперь. Значит, при работе, дальше при раскрое, как нам с вами действовать. Сейчас я возьму. Возьму, возьму. Сейчас хочу так быстро достать. Под столом у меня находится. Быстренько нырнула, а достать быстро не смогла. Значит, смотрите, вот у нас получается с вами черная линия. Сейчас я по этой линии, сейчас я вот так вот сделаю, чтобы минимальное количество все-таки мне обводить и работать. Значит, вот. Еще чуть-чуть. И вот так вот. Значит, провожу. Переснимаю линии. Ну, здесь у меня край будет рукава, естественно. Рукав будет цельнокроеный, поэтому для цельнокроеного рукава я делаю вот так вот. Теперь смотрите, вот у меня идет линия, это для рукава, для спиночки. А для переда я вот здесь вот на сантиметр все-таки возьму больше. То есть вот эту часть вот я и пошла-пошла вот сюда. То есть на сантиметр углубляю. Потом при крое для полочки я вырежу и вот здесь вот. То есть вот так вот пойду-пойду, а вот здесь вот на сантиметр больше углублюсь. И именно в этой части. Все остальное будет идти по спинке, по красной линии. Так, сейчас возвращаю все на свое место. И теперь по черной линии. Видите, вот эта часть у меня немножко съехала. Вот так вот. По черной линии. Как же так я съехала все у меня. Так, теперь все сдвигаю. Сдвинулся у меня вот этот вот край, поэтому вот эта линия не будет неправильная. Вот я ее сейчас заново-заново прорисовываю. Прорисовываю линию горловины. И теперь пошел вот у меня. Середина рукава. Это та часть, которую я сейчас буду совмещать. Вот с этой частью. Все, вырезаю рукавчик. Прикладываю и подклеиваю. Вот здесь более такой будет острый уголок. Сам рукав дальше по низу будет оформлен манжетой. Вот этот вот рукав у меня еще не закончил. И здесь манжету можно будет сделать. Манжеты абсолютно разные. Ну, собственно, вот здесь мне можно и не вырезать, потому что я сейчас буду прикладывать вот по этой линии. Да, мне будет даже удобнее работать. Вот, смотрите, я прикладываю по линии и сейчас склеиваю. То есть вот так. Я ровняю по линии спинки. Там, где линия спинки. Потому что мы перерисовали сейчас с вами рукав переда. Все. Все отлично, все получилось. Рукав можно вырезать. Вот он идет к переду. Вот эта часть, которая у меня будет идти с миллиметровки, это идет к спинке. И могу смело вырезать рукавчик. И вырезаем сейчас же по красной линии. Потому что там у меня черная линия есть, здесь красная линия. И вырезаем сейчас по красной. Сейчас показываю по красной и по черной линии. Потому что, вот смотрите, у нас вперед все-таки будет идти с застежечкой. Так, вот рукав я откладываю в сторону. Я его сейчас вот так вот складываю. Смотрите, что мы получаем с вами, да? В целом, в итоге. Вот, когда я прикладываю, смотрите, вот у меня все сходится, все хорошо. Это у меня рукав. Это мы построили цельноклойный такой регланчик. Так, теперь вырезаю по красной линии горловину, а вот здесь вот вырезаю по черной линии. И сейчас для раскроя спинки я буду подгинать. Загинать этот край для того, чтобы середина спинки была на своем месте. Потому что красная линия – это середина спинки. Здесь я вырезаю по красной линии. Боковая линия и линия низа у нас одинаковы. Все, сейчас я все убираю и продолжим с вами. Уже раскрою. Сейчас все я приведу в соответствие, чтобы ничего не скручивалось. Так, теперь делаем раскладку на ткани. Итак, по спинке, вот я складываю ткань вдвое. По спиночке у нас идет сгиб. Поэтому вот эта вот красная линия должна четко проходить по сгибу ткани. Либо мы прикладываем вот так вот и делаем припуск на подгибку низа. Вот здесь я добавлю 5 сантиметров. Либо мы подгибаем. Смотрите, как вам удобнее. Можно сделать и так, и так. Я не буду подгибать. Я вот так вот сейчас возьму 5 сантиметров. Проведу вот здесь вот линию. И потом вот к этой линии вот так вот сейчас я буду выкладывать и булавочками прикалывать. Чтобы ничего у меня никуда не сдвигалось. Здесь буду ровнять. Тоже подкалываю. Здесь вот я, видите, складываю. Я вижу, что у меня как раз получается сгиб. Все хорошо. Вам просто далеко, наверное, плохо видно. Сейчас постараюсь еще ближе чуть-чуть подвинуть. Вот так вот. И здесь я сейчас все обвожу. Делаю, конечно же, припуск на шоу. Смотрите, вот эта часть у меня пойдет в подгибку. И вот у меня идет сужение. Значит, здесь должно пойти... Вот я если беру припуск, и вот здесь немножечко я как бы расширяю. Вот так. Здесь я больше немножко припуск по ширине дала себе. Ну, для того, чтобы, как вам сказать, была возможность, ну, может быть, где-то, если я захочу сделать более прямым, то вот здесь я смогу срезать и выйти тогда на вот эту вот точку. Видите? Здесь у меня на увеличение, поэтому я немножко-немножко сделала побольше. Рукава будут очень удобные. У кого там рукав-реклан, допустим, такой расширенный, потому что широкая пройма. Хорошо будет одевать сюда толстовки, свитшоты. Хорошо будет это платье... Простите, пальто подходить, допустим, для платья с рукавом летучая мышь. Тоже будет замечательно. Тоже откладываю вот так вот 5 сантиметров. И теперь, смотрите, вот вторая деталь переда. Я буду ее вот так вот обводить. И здесь у меня еще я при желании могу буду... Смотрите, вот рукав у меня вкладывается вовнутрь. Видите, как он заходит сюда. Я буду смотреть, чтобы он у меня... Вот у меня идет он как раз на... Полностью-полностью на ширину практически ткани. Вот такой вот широкий рукав получается. И еще мне нужно будет раскроить обтачку. Подборд, простите. Подборд. Вот, поэтому я сейчас буду так вот раскладывать. Вот так. Сейчас поработаю так, чтобы было правильно и хорошо по отношению этой линии. И смотрите, если у меня вот здесь вот подборд будет выкладываться, то вот эта вот часть, а мы сейчас ее должны с вами обязательно срезать, должна тоже вместиться. Поэтому рукав я чуть-чуть буду сейчас смещать. Смотрите, вот раз. Сделали эту часть. Теперь для переда вырезаем вот здесь вот. Ну, мы раскладывать на самом деле можем с вами как в одну, так и в другую сторону. Но вот смотрите, видите, так неэкономно. Вот так очень экономно будет. Поэтому раскладываю вот так. Рукав у меня пойдет чуть-чуть дальше для того, чтобы выкладывалось. У нас деталь необходимая вот здесь будет как раз выкладываться потом. Значит, смотрите, что я сейчас делаю. Так, чтобы возможность была дать припуск. Абсолютно никакой кромки здесь срезать не надо по краю. Это очень замечательно. То есть все это у меня пойдет на подборд. Вот здесь сейчас. Вот эта часть, видите, у меня, ну, это за счет того, что ткань, вроде бы я ее и ровняла, она немножечко уходит. Я ее вот так вот оставлю. Пускай спереди будет немножко больше, ничего страшного. При желании мы с вами срежем. Этот добавит нам баланса. Но ткань по низу, она такая ровненькая. И вот так выхожу. Теперь придавливаю. Так, делаю припуск. И вот у нас идет такая ровная линия. Здесь можно взять линейку. И вот так вот я делаю припуск. Совсем небольшой. И провожу. До самого низа. Вот сейчас не вырезаю, пока показываю, что я буду дальше делать. Теперь. Вот у меня пошла сразу же такой подборд я рисую. Да? Сюда. И здесь у меня пойдет уже вот здесь вот на всю ширину. Поэтому я здесь сейчас измеряю, сколько у меня здесь. Ну, 7 сантиметров. Поэтому откладываю вот эта точечка 7. И прорисовываю вот так вот линию. Ну, вот здесь она у меня, естественно, пойдет вот так вот сюда. Вот сразу же у меня идет подборд. Нам нужно все это продолжить. Потом еще пару капчиков. Поэтому сейчас я вот эту часть вот убираю. Прикладываю. Это у меня вперед. Поэтому я вот так складываю вместе к переду. Потом я и эту деталь срежу. Здесь мы делаем тоже припуски на шов. Вот эта часть может быть, допустим, цельнокроенной. Вот сюда даже может доходить у нас и быть цельнокроенной. Так, вот. И теперь пошла сюда же спинка. Ну, спинку, смотрите, мы же с вами все-таки взяли, уже срезали. Спинку я возьму вот с самой спинки уже с ткани. То есть вот так вот я ее буду докладывать и вырезать. Так, все. Показываю. Вот я выкладываю подборд. И вот так, вот так, вот так. Настолько, насколько это у меня здесь выкладывается. Здесь все хорошо и замечательно. Сразу же идет подборд. Припуск на шов делаю. В верхней части тоже припуск делаю. И сейчас я вам говорю, сколько получается расход ткани. Вот здесь, когда я буду вырезать, я все подровняю, чтобы все сходилось. Значит, полочка, спиночка вот у меня уже есть. Подборд у меня есть. Вот я раскладываю рукав. А он у меня сюда красиво вот так вот ложится. Видите, как он у меня сюда заходит. И нам остается еще с вами раскроить потом, допустим, воротник. Либо это мы сделаем воротник-шарф. Либо, ну, еще манжет у нас. Но вот при правильной раскладке, если вы будете вмещаться в ширину ткани, то, смотрите, я сразу вот так вот вам показываю, что это метр. И еще промеряю. Ну, смотрите, у меня метр сорок шесть. Даже полтора метра, да, можно сказать. Ну, там же у меня будет. И плюс еще, ну, два метра хватит с головой. При вот таком вот построении и при такой раскладке. Все, теперь я все вырезаю, сметываю. И результат, конечно же, вы уже увидите. На этом все. Желаю всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok